В этом видео мы поговорим об одной из самых тёмных глав в истории человечества, о Холокосте, в результате которого было уничтожено около 6 миллионов евреев и в общей сложности около 11 миллионов человек гражданского населения. Для того, чтобы понять, что такое Холокост, мы начнём наш разговор с Первой мировой войны. Ещё до начала Первой мировой войны были случаи массового уничтожения, в особенности евреев, например, в Российской империи. Термин «погром» — это слово из русского языка, означающее насильственные беспорядки и нападения на какую-либо этническую группу. На протяжении XIX века таких случаев было несколько. Однако такие явления существовали ещё задолго до появления самого термина, а именно во времена первых крестовых походов, например, убийства евреев в Рейнской области. Непосредственно перед началом и во время Первой мировой войны существовала реальная угроза антисемитизма в большинстве стран Европы, включая Германию и Восточную Европу. Как мы уже говорили в наших предыдущих видео, центральные власти проиграли Первую мировую войну. Согласно Версальскому договору, вся вина за развязывание войны была возложена на Германию. Национальная гордость Германии была сильно задета. Немцы проиграли эту войну и потеряли часть территории. Экономика страны была в руинах. Страна выплачивала репарации. В таких условиях в 1920 году была сформирована Национал-социалистическая партия, образованная из немецкой рабочей партии. Ее члены основное внимание уделяли идее национальной идентичности. И с самого начала выступали против этнических групп, часто обвиняя именно их в проигрыше Первой мировой войны. В 1921 году Гитлер, который воевал во время Первой мировой войны и который, согласно некоторым его трудам, сумел понять смысл этой войны, стал лидером Национал-социалистической партии. Терми «Национал-социалист» получил аббревиатуру «Нацист», а Национал-социалистическая партия стала называться «Нацистской». В 1923 году Гитлер попытался свергнуть правительство, но Пуч не увенчался успехом, и его посадили в тюрьму. В тюрьме он создал свою систему убеждений, которая была опубликована после его освобождения в 1925 году под названием «Майн кампф», что переводится как «Моя борьба» или «Моя битва». Вот небольшой отрывок из «Майн кампфа». Еще и еще раз, продумывая все причины нашей германской катастрофы, мы неизбежно приходим все к тому же выводу, основной решающей причиной нашего крушения было непонимание важности расовой проблемы и в особенности непонимание еврейской опасности. С результатами наших поражений на фронтах в августе 1918 года, имеется в виду окончание Первой мировой войны, мы смогли смириться шутя. Не эти поражения привели нас к краху. Крах наш подготовила та сила, которая подготовила и сами эти поражения, систематически на протяжении нескольких десятилетий обкрадывая наш народ, планомерно разрушая его политические и моральные инстинкты, лишая его того, без чего вообще нет здорового и крепкого государства. Он обвиняет относительно маленькую этническую группу в поражении Германии в Первой мировой войне. Как вы видите, это довольно искаженное мышление. Потери чистоты крови разрушает внутреннее счастье навсегда. Он был помешан на идее чистоты и неизбежно погружает человека в пропасть. Последствия этого не смогут быть устранены ни из тела, ни из души. Он был маргинальным лидером маргинальной партии. Однако спустя некоторое время, в начале 20-х годов, когда экономическое положение Германии еще больше ухудшилось и страну накрыла гиперинфляция, все больше и больше людей начали поддерживать экстремистские взгляды. А в 30-е годы национал-социалистическая партия была уже заметно представлена в немецком парламенте. В 1933 году президент Германии назначил Гитлера канцлером Германии, что, по сути дела, приравнивалось к посту премьер-министра, несмотря на то, что у нацистов не было большинства в парламенте. Это стало официальным началом того, что нацисты назвали Третьим рейхом. Рейх переводится как «держава». Они считали Первым рейхом Священную Римскую империю, Вторым рейхом — Германскую империю, после Священной Римской империи до конца Первой мировой войны. Они не считали Веймарскую республику, которую они ненавидели, Третьим рейхом. Они считали ее промежуточным рейхом. А Третьим рейхом нацисты считали себя. Они полагали, что являются наследниками Германской империи и Священной Римской империи. Поэтому, как только Гитлер и нацисты получили власть, они вцепились в нее и начали преследование политических противников, как за пределами партии, так и внутри нее. Они начали воплощать в жизнь те извращенные идеи, о которых Гитлер писал в «Майнкампфе». В 1935 году им удалось принять Нюрнбергские законы, которые лишали евреев немецкого гражданства. Они запрещали браки между нееврейскими немцами и евреями. Это был только один из предпринятых шагов, направленных на лишение проживающих в Германии евреев их прав. В 1938 году произошло событие, известное как «Хрустальная ночь», когда были сожжены сотни синагог, тысячи рабочих мест евреев были уничтожены, и много евреев было убито. И уже в 1939 году армия Гитлера вторглась в Польшу. Многие историки считают это началом Второй мировой войны. А то, что принято считать Холокостом, отчетливо проявилось в 1941 году. Евреев убивали на улицах, в их домах. Многих из них арестовывали и отправляли в концентрационные лагеря, для того, чтобы лучше представить масштабы данной операции, приведем отрывок из книги Майкла Беренбаума «Мир должен знать». Политика истребления затронула все слои немецкого общества и объединила весь аппарат немецкой бюрократии. Приходские церкви и Министерство внутренних дел передавали записи о рождении, которые помогали идентифицировать и изолировать евреев. Почтовые отделения доставляли извещения об экспроприации, децентрализации и депортации. Министерство финансов производило конфискацию имущества евреев. Немецкие коммерческие и промышленные предприятия увольняли рабочих, служащих и членов Совета директоров, которые были евреями, и лишали акционеров евреев их гражданских прав. Университеты отказывались принимать студентов евреев, не признавали полученных ими степеней и закрыли факультеты в РИТО. Правительственные транспортные бюро заключали соглашение с железными дорогами для предоставления поездов, увозящих евреев к смерти. Хочется отметить, что все это не мог сделать только Гитлер и некоторые его близкие сторонники. Для того, чтобы уничтожить миллионы людей, был необходим целый аппарат. И сотни тысяч, если не миллионы людей, были вовлечены в этот процесс в той или иной степени. По крайней мере, несколько сотен из тысяч людей в Германии осознавали, что происходило. Излишне говорит, что число погибших было значительным. На данной карте наглядно видно, какой процент еврейского населения был уничтожен в той или иной стране. Как вы видите, 80-90% еврейского населения Германии, Чехословакии, Польши было уничтожено во время Холокоста. Примерно такое же количество было убито и на оккупированной Германии территории России во время Второй мировой войны. Во Франции и Италии было убито от 1,4 до 1,5 еврейского населения. Давайте перейдем к человеческим судьбам. На этой фотографии изображены дети из Аушвица, одного из самых страшных концентрационных лагерей. Вы видите их имена, их возраст и дату, когда они были убиты. Историки полагают, что во время Холокоста было убито от 5 до 6 миллионов евреев, включая полтора миллиона детей, то есть две трети всего еврейского населения Европы. Однако это не все жертвы Холокоста. Предполагается, что во время Холокоста было убито более 10 миллионов человек из числа гражданского населения, около 3 миллионов военнопленных. Также во времена Холокоста было убито несколько сотен тысяч ромов, часто называемых цыганами, несколько сотен тысяч людей с ограниченными возможностями и много тысяч гомосексуалистов. Мы изучили много страниц мировой истории, большинство из которых, к сожалению, описывают смерть, уничтожение и иногда нападки на население на этнической почве. Но никогда в истории мы не встречали трагедии такого масштаба. И так как это относительно новое понятие, ему дали название «геноцид». Данный термин был введен Рафаэлем Лемкиным, которому удалось пережить Холокост, но который потерял 49 членов семьи убитых во время Холокоста. Термин означает «убивать людей» от греческого слова «дженос» — «род», «племя» и латинского «каиду» — «убиваю». Но, возможно, более интересным окажется не узнать определение данного слова, а понять, почему это случилось, а еще более важным понять, как общество может избежать этого. Я оставляю вас с этим вопросом. Как, по-вашему? Почему это случилось? Думаете ли вы, что это может произойти в будущем? И как мы можем это предотвратить?